Приближается, пожалуй, самый долгожданный праздник – День Победы. Повсеместно полным ходом идет подготовка к торжественным мероприятиям. Канун 71-летия Великой Победы в селении Аксай дан старт торжественному открытию вахты памяти 2016. Во всех населенных пунктах района встанут на вахту памяти молодежь и учащиеся местных школ. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежи и туризму, муниципального образования Ховсовертовский район Ахмед Исаков, главный специалист отдела Джанета Адилова, представитель поисковых отрядов и молодежных общественных объединений муниципалитета, жители села. Командирам сводных отрядов к сдаче рапортов приготовиться! Командирам сводных отрядов к сдаче рапортов! Товарищ председатель райсовета ФДПО ЮНОС Дагестана, сводные отряды! Аксайская зона! Бамат-Кюртовская зона! Буцаловская зона! Костякская зона! На торжественную линейку, посвященную 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и открытию вахту памяти выстроены и готовы! Командиры штаба ФДПО ЮНОС Дагестана Мамаева Адавья! Рапорт сдан! Рапорт принят, вольно! Открытие торжественной линейки, посвященной 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войны и открытию в Вашей памяти предоставляется директору Дома детского творчества Игорева Адавьян. Уважаемые наши гости, уважаемые наши дети, мы сегодня открываем вахту памяти. Этот день посвященный памяти наших ветеранов. Из России погибло в годы Великой Отечественной войны более 27 миллионов человек. Из них каждая семья затронула, каждая семья была частичкой этой души. Мы сегодня начинаем вахту памяти, которая продолжится и завершится днем победы. Торжественную линейку, посвященную вахте памяти, считаю открытым. Дорогие юные друзья, пионеры, наследники и экологи, уважаемые гости и мои коллеги. Сегодня мы открываем традиционную вахту памяти, посвященную 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Стало традицией в Аксайе ежегодно открывать эту вахту памяти. И это точка отсчета начала нашей активной работы, поисковой работы. Еще есть имена героев, которые не открыты. С каждым днем и годом находим новые имена. И, конечно, участвуем в разных акциях. Сейчас идет подготовка к акции «Моя семья в Великой Отечественной войне». Война фашистской Германии затронула каждую семью. И, конечно, унесла много-много жизней. Только из Аксайи более 900 человек ушли на фронт. И не вернулись полей сражений 538 человек. Каждое село, каждый город, республика наша Дагестан и весь Советский Союз, как единая семья участвовали в разгроме фашистской Германии. И добились, конечно, победы. Для того, чтобы вы сегодня, юное поколение, жило под мирным небом. Они ушли из жизни молодыми. И, конечно, нам, наследникам победы, предстоит сделать очень многое. Дорожить памятью героев. Поздравляю вас с открытием этой торжественной вахты памяти. И, конечно, желаю активной поисковой работы, равнения на ветерану. И, конечно, сделать очень много добрых дел. Всего хорошего. Знамя победы раскрывать право дается сводному отряду от Дома детского творчества. Слово предоставляется начальнику отдела по физической культуре, спорту и по делам молодежи Исакову Ахмеду Истраиловичу. Уважаемые присутствующие здесь, сегодня мы собрались здесь по хорошему случаю в связи с открытием вахты памяти в Красноярском районе. В первую очередь я хочу вас поздравить от имени главы муниципального образования в Красноярском районе Солова Адемовича Пивича с этим прекрасным праздником, как говорится, началом мероприятия вахты памяти. Конечно, мы знаем, с какой ценой добился мир для нашей страны. Мы знаем, что идет подготовка 9 мая, когда наши деды, прадеды сохранили мир к нам. Конечно, очень много делается в Красноярском районе и в Доме детского творчества. В каждом школах, конечно, память о наших предках мы должны сохранить, поддерживать мир. И вы на местах, чтобы проводили патриотическую работу, то, что вы делаете, это, конечно, вы помните о своих прошлом. И, конечно, вам хочу пожелать, чтобы вы продолжали эту работу и, кажется, удачи вам. Слово предоставляется главному специалисту по физической культуре, спорту и по молодежному комитету. Адемова и Жанет Мгудиновна. Я хочу опять поприветствовать вас, дорогие воспитанники Дома детского творчества. Уже стало традицией ежегодно мы открываем вахты памяти в селении Аксай вместе с вами. И, как всегда, я хочу пожелать вам всего самого хорошего, чистого, светлого неба над головой, чтобы вы не знали тех дней, которые узнали наши отцы и деды. Ваша главная задача сегодня – это сохранить память о тех днях, которые прошли, которые испытали наши предки. Для того, чтобы был сегодня мир у вас и чистое небо над головой. Спасибо. Слово предоставляется сводному отряду Федерации детских подростковых организаций Хазанковского района. Как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас всеми испытать довелось. Пусть мы заживут на планете, пусть дети не знают войны, пусть ярко солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. Стоят в России обелиски, на них фамилии солдат. Мои ровесники-бальтишки под обелисками лежат. И к ним, и к ним притихшие в печали, цветы приносят полевые. Девчонки те, что их так ждали, теперь уже совсем седы. Застыли ели в карауле с небом мирного ясна. Идут года в тревожном гуле, осталась далеко война. Но здесь у грайной обелиска, молчанию голову склонив, мы слышим грохот танков близко и в рвущий душу бомбразрыв. Мы видим их, солдат России, что в тот далекий грозный час своей жизнью заплатили за счастье светлое для нас. Помните через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Не плачьте в горле стержит стоны. Будьте достойны в вечном. В завершении мероприятия были торжественно возложены венки и цветы к памятнику воину-освободителю. Минутой молчания почтили погибших в Великой Отечественной войне. И сегодня в России стартовала акция «Георгиевская лента». Жители нашего района также приняли в ней участие. В дань уважения воинам-освободителям.